Значит, очередная поделка из мастеркидовского набора. Это оцеллограф USB. Набор, в общем, вот этот. Так выглядит само устройство в термоусадке. Родные щупы. Ну, как бы это не столько щупы, это просто двужильный кабель. Один из них с маркировкой и с красной полосой. Ну, один щуп, как можно видеть, отвалился. У этого прибора предел измерений плюс-минус 20 вольт, поэтому для того, чтобы расширить диапазон, вот у меня, значит, есть разъем, резисторы, выключатель, еще защитный диод, ограничительный на 27 вольт. Надеюсь, устройство выживет, если вдруг в него попадут большие напряжения. Хочу я, значит, делитель смонтировать вот в этот корпус от автомобильной зарядки телефона Siemens, которая уже померла. Значит, делитель. Делитель я планирую собирать вот по этой схеме. Кажется. Кажется. Делкие шипы. Значит, основная проблема получившегося устройства, она заключается вот в этом выключателе. То, что этот выключатель его может просто пробить. Значит, я скачал драйвера для устройства. Драйвер устройства 3.3.0.0, дата 14.07.2009. А, значит, приложение я использую USB диска 3.04, также я понимаю, ага, 23.09.09. Пришлось настроить точку 0, потому что она отображалась неверно. В качестве референсного устройства, как это назовем, я использую вот этот измерительный прибор и вот такой аккумулятор на 9,6 В. Сейчас показывает аккумулятор 9,86 В при подключении штатного кабеля к USB-осциллографу. Смотрим, что он показывает. Он, конечно, показывает разный космос. Сейчас вот я трогаю пальцем и, как можно видеть, осциллограмма мечется на амплитуде аж 6 В. Подключаем и видим 10 с лишним В в амплитуду. Меняем контакты и видим минус 10 с лишним В в амплитуду. Ну, погрешность по сравнению с референсным устройством, так его назовем, большая. Ну, что, теперь подключаем через делитель. Стоит положение 1 в 10. Как можно видеть, примерно на 1 В поднимается осциллограмма. И, естественно, она с помехами, со всеми вот с этими, значит, изменяем амплитуду до 2 В. И смотрим, что нам покажет. Да, вот показывает 1 В. Даже, может быть, поточнее получается как раз меньше, чем 1 В. Ну, как раз получается 1 в 10. Ну, что же, нормальный делитель меня устраивает. Пробуем сейчас при таком раскладе 1 в 100. И вот мы видим 0,1 В и делитель 1 в 100. Но выше делитель 1 в 100 получился с погрешностью. Относительно калибровки, значит, нужно запустить программу с определенными параметрами. Параметры эти, вот у меня есть дополнительный аэрлок. И в свойствах этого аэрлока стоит путь к этой программе, в кавычках. Через пробел минус мотор и через пробел минус CLBR. Не знаю, видно там что-нибудь на камере или нет. И, в общем, если запустить с таким ключом программу в меню сервис, точнее, в аналоговых сигналах, появляется дополнительный пункт калибровка. И здесь можно указать как раз коэффициенты и смещение напряжения. Чего-то можно добиться, более-менее. Остался последний штрих. Посадить усаженные детали в термоусадку. Вот такое получилось устройство. Значит, коннекторы. И, значит, само устройство. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...